Получается, что женщины, которые оканчивают курсы для беременных, они в дальнейшем чаще всего подключаются к той армии с лингомам, которая вот все расширяется и расширяется. Хотелось бы рассказать по поводу курсов для беременных. Так получилось то, что в 2009 году, 23 июля, мы организовали такую организацию, которая называется Центр развития ребенка гостеприимный. И нашей основной задачей была квалифицированная помощь для детей с теми или иными трудностями, то есть с нарушениями речи, с нарушениями зрения и так далее. И в рамках своей обозначенной цели мы на тот момент, вот с 2009 по 2010 год, помогали детскому саду Хернеске, который находится в Худейсах, там не было ни логопеда, ни психолога, и вот мы бесплатно оказывали консультационную помощь им раз в неделю, то есть родители имели возможность приходить и консультироваться у меня, потому что я логопед, клинический логопед, и у моей жены она психолог. И в 2010 году Тина, моя жена, она получила специальность перинатальный психолог, она обучилась на курсах в Москве, она сертифицированный перинатальный психолог. И мы открыли курсы для будущих мам. С декабря 2010 года мы оказываем консультационную помощь молодым мамам. Наша организация называется «Матрешка». Ассоциации по поводу беременности и фигуры матрешки наверняка у вас возникают. Сейчас я бы хотел передать слово Тине, она подробно расскажет о нашей работе. Здравствуйте, меня зовут Наталья Нитина Андреевна. Я работаю как раз таки над организацией, то есть с моим мужем мы это все организовали, создали и вот этим как раз и занимаемся. У нас в городе существует определенная статистика, то есть по бракам, разводам, и как раз таки по этой статистике можно сказать, что большинство разводов происходит в первый год жизни ребенка. Как раз таки чаще всего это происходит за недостатком взаимопонимания между супругами, из-за того, что там мама сидит дома с ребенком и совершенно изолирована от старого мира, однако папа в этот момент абсолютно свободен, находится в своей же жизни, в своем же мире и начинается совершенно серьезное разногласие, и происходит огромное количество браков. Статистика показывает, что у нас количество браков и разводов и того и другого с каждым годом увеличивается. Следовательно, детей становится больше, и разводящихся пап тоже становится больше. На наших курсах мы преследуем только традиционный классический подход. То есть это только естественные роды, только грудное вскармливание, никаких родов в воде, никаких домашних родов, все это мы отвергаем. То есть это все-таки достаточно до сих пор не доказанные, ничем не проэкспериментированные вещи, которые пока только используются в различных, очень таких интересных роддомах, там в Москве или еще где-то, у нас такое пока не используется, потому что пока не доказано, как это влияет на здоровье детей. Поэтому мы на своих курсах только в традиционном подходе используем. У нас чаще всего с клиентами с нашими обговаривается время занятий, только удобное для них. То есть если на всех остальных курсах чаще всего происходит все утром, вообще в нашем городе есть достаточное количество таких курсов еще, кроме того, президентской перинатарной инцентрии и другие центры. Везде курсы проводятся по утрам, очень часто это часов в 9 утра, в 10 утра. К нам уже приходят как раз-таки мамы, которые в это время встать не хотят, не могут, то есть они хотят приходить вечером, днем. Лично я, когда решила пойти выучиться на эту специальность, я посетила эти курсы, прошла их полностью, осталась недовольной, я не получила ничего. Это было лично мое мнение. Поэтому сейчас, когда я делаю эти курсы, когда мне звонят, я сразу с ними разговариваю, с клиентами будущими, с беременными женщинами. Очень часто звонят мужчины, и они сами приходят на эти курсы и договариваются. Как раз-таки если приходит пара, то мы уже подстраиваемся под мужчин, потому что они работают. У нас бывают занятия с 6 до 8 вечера, то есть с 7 до 9 вечера, по воскресеньям, по субботам, то есть как удобно человеку. Кроме того, в нашей работе мы преследуем не прибыль, а помощь клиента, поэтому у нас не коммерческая организация, поэтому цена у нас самая минимальная. У нас огромное количество различных программ. То есть мы не ограничиваемся каким-то одним определенным курсом, на который люди могут только на него прийти и все. Мы даем полный спектр, то есть полный курс, экспресс, курс экспресс, семинар, различные-различные формы, даже индивидуальный курс, который может выбрать любой человек, которому это удобно. Все предпочитают различные формы, а индивидуальный курс – это вообще. Вот приходишь, выбираешь из списка темы, которые тебе интересны, и тебе только их рассказ. Также у нас есть различные дополнительные семинары. Для матерей и отцов-одиночек, например. Такой семинар, который рассказывает им, как вообще справиться в этой жизни потом со всеми этими различными социальными болезнями, как мы вообще потом в этом выживать. Потому что когда остаются отцы, например, одиночки, то есть, например, мама умирает при водах или еще что-то, это бывает достаточно часто, на самом деле, как это не страшно, они вообще попадают в полный ступор, они не знают, что делать, а если у них нет помощников, таких как мамы, бабушки, еще кто-то, вот так вот и у него нет, вот, то им особенно тяжело. Также у нас есть семинары для людей, которые ждут вторых, третьих детей, последующих детей. В чем заключаются такие семинары? В том, что обычно мама рожающая первого ребенка, они, как бы, у них радость, то есть, они живут его, и все хорошо. Когда они живут с третьим ребенком, у них мысль только об одном, как в этом выжить вообще, и как этих детей потом между собой сделать так, чтобы это был не все дома, гамора дома. То есть, мы рассказываем о том, как наладить взаимоотношения с самого начала, как профилактику провести во время беременности, то есть, как ребенка подготовить к рождению нового члена семьи. Потому что как раз-таки возникает проблема, когда двое детей, я представляю. У нас уже были мамы, которые рожают третьих детей, они как раз приходят, например, с тем, что вот у меня там одному 12, другому 6, еще сейчас еще один родится. Что мне делать, как мне с этим жить вообще? То есть, ну, не всегда же беременность бывает с планерами, да? Также у нас есть отличные дополнительные занятия. У нас, например, есть семинар по партнерским родам. То есть, сейчас, вы знаете, такое есть достаточно современное направление, когда мужчина и женщина, муж и жена идут рожать вместе. То есть, для того, чтобы идти рожать вместе, для этого нужно быть готовыми. И это готовы совершенно не все. Те, кто именно этого хотят, они должны пройти определенную подготовку. Потому что, конечно, мужчины, здесь основные мужчины, они чаще всего не знают, не понимают, водятся, пугаются и говорят, что это дело женщины, это не ко мне. Чаще всего это бывает как раз все от того, что они в этой ситуации бессильны. То есть, женщины рожают, они же делать ничего не могут, по сути. Однако, мужчины могут, на самом деле, очень многим чем помочь. То есть, там, массаж определенный, женщине не нужен, который она сама себе во время схваток, например, сделать не может. Потому что у нее все везде болеет. Массаж, там, куча средств релаксации, различные позы, когда женщина может просто повисеть на мужчине, чтобы ей было легче, вот на самом деле. У нас уже во многих роддомах есть партнерские роды, то есть, ну, они, конечно, в основном везде платные, вот. И на таких родах, если приходят мужчины с женщинами, они уже подготовлены, то никто в облах не падает, никто, ну, там, ни с той стороны не стоит, не смотрит на эти все кровавые действия, и все происходит нормально. Если, на самом деле, у людей была подготовка определенная и доверие друг к другу, то отношения таких семей вдруг становятся крепче. Если же, конечно, хотя бы один из них не хочет, лучше вообще не ходить. То есть, если жена тянет мужа, там, пойдем со мной, посмотри, как я мучаюсь, то это не, совершенно не, то есть, никакая не основа для партнерских родов. Такое происходит чаще всего не с первым ребенком. Как раз люди, которые ко мне приходили со вторым, с третьим детьми, которые хотели рожать, они шли уже на партнерские роды. И мужчина шел до третьего с женой, с ребенком рожать, второго он уже вместе с ней рожал. У них очень крепкие отношения, и он сказал, это как это, я попущу рождение моего ребенка, а вдруг его поменят, а я тут рядом встаю, все нормально, я тут просто лежу. То есть, понимаете, чисто разные отношения наших людей. На самом деле, например, уже в Москве давным-давно это преследуется, и огромное количество людей так рожают. У нас просто люди к этому не готовы. Конечно, на курсы чаще всего приходят женщины в одиночестве. Чаще всего, да? Но когда приходят пары, это вдвойне приятно, потому что мужчины иногда, знаете, они интересуются всем. Как грудью приложить ребенка? То есть, они более иногда даже включены в этот процесс. Также у нас есть различные дополнительные занятия, такие, как, например, которые можно потереть совершенно отдельно от курсов, то есть, без курсов абсолютно. Такие, как воспитание ребенка, то есть, как, так скажем, избежать каких-то определенных неприятностей в воспитании, как знать какие-то определенные кризисы развития, которые как-то определено себя вести. То есть, это буквально такие занятия, которые занимают два часа, на которые женщина может прийти, послушать и уйти, и получить для себя что-то или не получить, и кружили. Также можно пройти, например, по развивающим играм для детей от нуля до года. То есть, это такие развивающие игры, в которых можно сказать женщине, как вообще ребенка своего можно развить. Женщины перворожающие, они чаще всего вообще не знают, что с ним сделать можно. Ну, вот лялька и лялька, на руках лежит, вот заполинали, и все нормально, куколка. А что делать дальше, и когда начинаются какие-то нарушения, у них уже проблемы. Также мы создали такую группу поддержки для участников, выпускников наших курсов, когда женщины, что-то забыв, или что-то там, или какие-то проблемы могут прийти, как до родов, так и после, обсудить свою проблему, получить бесплатную консультацию, позвонить по телефону. Мы можем ответить по телефону, по электронной почте, то есть в социальных сетях у нас здесь, как бы, наши контакты. Мы, у нас работают только квалифицированные специалисты, то есть перинатали, психолог, это я, и работают врачи, которые на данный момент психологи в наших учреждениях здравоохранения. То есть, так же, это не голод, который на данный момент находится в дикетном обыске, а так работает с презенткой перинатали. Договорились. И педиатр у нас работает, который работает в детской клинической больнице на Глоково. То есть, достаточно интересных специалистов. Потом, на наших курсах, кроме всего прочего, мы можем обсудить возможность, у нас есть такая возможность видеть ситуацию на городе извне. Что это значит? То есть, мы можем обсудить, как поступить в различные роддома нашего города, что с собой взять, что с собой не взять. Когда женщины подходят к процессу уже роддома, они даже не знают, какие роддома работают, как в них прийти, что с собой взять. Брать с собой начну, шкуру не брать. Или мне там не разрешат ее брать. Они не знают ничего, даже как можно в него поступить, какие документы брать. Это вообще никто не рассказывает, в принципе, потому что это вообще так как-то скрыто у нас. У нас, например, нигде нельзя найти фотографии роддомов, палат. То есть, у нас ничего этого нет. Сколько взят роддом? А, ну да. Сколько стоят роды? То есть, как вообще, да. Поэтому мы стараемся все это обсуждать достаточно спокойно и честно, весь в предвзятости к любому роддому. То есть, во всех роддомах есть хорошие врачи и никого обижать не стоит. Вот. Поэтому мы вне политики, вне религии. То есть, мы никаких религиозных праздников не преследуем. Политические убеждения тоже. Мы работаем по методике московской. Я училась в Москве специально по-натальному психологу. По московской методике такого пренатального психолога, как Ландбург, у нее школа для папы мамы существует уже 19 лет. Это одна из первых школ всей России. Эта школа уже выпустила огромное количество за это время, сами понимаете, людей. У них каждый месяц группы в 11 точках Москвы где-то по 10-11 человек. То есть, у них так это. Все практически происходит парами. Когда я проходила курсы, у нас было несколько курсов для беременных, и везде были парами с мужчиной. То есть, там уже давно это уже разно. Наши принципы работы. То есть, мы преследуем не лекцию, а именно диалог. То есть, мы даем какие-то знания, и тут же задаем вопросы. Они задают нам вопросы. Мы тут же отвечаем. Мы стараемся, чтобы люди как можно больше получили. И именно то, что хотят они получили здесь. Мы приветствуем посещение как раз-таки парами. Потому что после посещения парами, к концу курсов, они, во-первых, взаимопонимание чаще всего находят друг друга. Потому что беременная женщина, когда она сидит дома, и ей очень хочется проводить свои беременности. А мужчины чаще всего говорят, ой, это не ко мне. До свидания. И как раз на этом фоне и начинается невзаимопонимание и всякие различные проблемы. Мужчины, которые приходят к нам в курс, они чаще всего, конечно, приходят сами. И кто-то за руку не тянет. Потому что мужчине тяжело за руку, в принципе, потащить. Вот, например, вот эта пара, которым фотография, они уехали в Астралию и рожали вместе. То есть у них родился ребенок, все нормально, все в порядке. Здесь они запеленутые куклы, конечно, вы видите, наверное. Он за руку? За второй. А? За второй. Ну вот. То есть, и вообще очень часто замечено, что когда они приходят, очень часто даже... Люди приходят, очень часто даже отдельно сидят. А к концу курсов они очень часто уходят вместе под ручку, то есть общаясь с друг другом, разговаривая на эту тему. Вся направленность наших курсов – направленность на ребенка. Если у нас всех практически других курсов идет именно подготовка к родам, то у нас именно направленность на ребенка. Мы считаем, что родами все не заканчивается, а в конце концов, все это ради ребенка. Да. Поэтому мы призвельствуем именно... У нас самый большой блок всех наших занятий – это не только уход, пеленание, но и общение с ребенком, развитие его, воспитание. То есть уже именно взаимосвязь людей. Потому что кроме ухода есть еще куча всего. И как раз-таки после родов очень часто женщина, которая готовилась только к родам, у нее после родов бывает шок. А что же делать дальше? А как же быть с этим ребенком? Ну, родила я и что? Что теперь? Нам снова исполниться один год. Мы будем его праздновать, конечно, подготовить уже много подарков. В конце года у нас будет день рождения. За этот год мы не только оказывали поддержку семьям, но также провели фотопроект вместе с мамой Деррой. Еще с различными фотостудиями, такие как фотостудия «Персона» на Николаева, фотостудия «Фотоэмоция» Павла Тищева, кто его знает. И также нам помогали художники, визажисты. Что в этом проекте значит? То есть в нем участвовало 15 беременных женщин в городе Чавацарного фраза. В участии были абсолютно бесплатные. Все абсолютно участвовали бесплатно, как и мы, как и мама Терра, так и все фотостудии. То есть для всех это было портфолио. То есть им это интересно. Что мы делали? То есть были различные тематические фотосессии, такие как... Итоги сейчас подводятся, поэтому я не буду раскрывать всего. Это все будет представлено в интернете. У нас были такие тематические фотосессии и боди-арт. Вот здесь вы видите одну из фотографий боди-арта. Здесь еще две фотографии боди-арта. Это сейчас только первые-первыхые такие результаты, которые сейчас активно обсуждаются в интернете. То есть для чего это вообще все делать? Для того, чтобы показать красоту, во-первых, беременной женщине и ее уверенность в себе дать. И для того, чтобы, так скажем, в социуме нужно отнести, так скажем, красоту. Это просто сделано для... Вот просто хочется. То есть нам хотелось им помочь. А им это очень интересно. Они давно уже пишут, мы хотим будет, а кто-нибудь организует, и кто-нибудь. Вот, поэтому мы купили такой фотосессии. Ну вот, спасибо вам большое за внимание. Мы ждем вас на нашем сайте. Матрошка21.ру У меня вопрос родился.